Бизнес переезжает в колонию. Исправители учреждения Красноярска приглашают предпринимателей на свои производственные площадки. За решеткой уже выращивают овощи, помогают строить дома для жителей края и даже выдают продукцию на экспорт. Подробности у Регины Баймухаметовой. Здесь у нас Неман есть, Пикасс, Стелла. Все это сорта огурцов. Огород строгого режима разбили в колонии номер 17. Вместо обычных грядок гидропоника. Растения подкармливают питательным раствором по трубам. Открываете, там напора, она идет, сливается вниз в баке. Потом они опять же кормятся этой же водой, которая содержится уже в керамзите. На волю огурцы из колонии пока не продают. Все съедают сами. Урожай снимают раз в 3-4 месяца. И выходит 3 тонны огурцов. Благодаря гидропонике урожайность повысили на 30%. Теперь думают над тем, чтобы ввести эту систему в соседние теплицы. Там можно выращивать клубнику, чтобы продавать ее круглый год в магазинах Красноярска. В соседнем цеху обрабатывают древесину. Из нее сделают тару на экспорт в Среднюю Азию. Потом деревянные ящики вернутся в Красноярск, но уже с южными фруктами. Всего в колонии 14 производственных корпусов. Правда, из-за кризиса площади освобождаются. Часть партнеров ГУФСИНА банкротилась. На их место сейчас ищут новых. Так в колонии открыли производство пенопласта. Еще один предприниматель решился перевести за решетку производство бетонных блоков для строительства частных домов. Фасадные и тротуарные плитки. Местными кадрами доволен. Есть прямо отличные строители, которые понимают и в бетонах, и имеют высшее образование. То есть контингент такой очень хороший подобрался именно в моей бригаде. И на воле таких специалистов проблематично найти на самом деле. Я всю жизнь на стройке проработал. Я как-то приехал на колонию сразу, определился с своей профессией. Ну, минимальную зарплату я получаю. Это около 10-11 тысяч. Большая часть зарплат уходит на компенсации по искам или алиментам. Они говорят, в колонии есть почти у каждого. Соответственно, чтобы он вышел на свободу уже чистым, так сказать, без долгов. Он им, соответственно, в первую очередь обязан быть трудоустроенным по нашей политике, скажем так. Трудоустроится на промышленную зону, работает, получает заработную плату. С этой заработной платы он гасит иски и алименты. В колонии такое сотрудничество тоже выгодно. В прошлом году заработали 11 миллионов. Трудоустроили половину местного контингента. Так что свободные руки пока есть. Регина Баймахаметова, Дмитрий Комаров, 7 канал.